Привет, друзья! Снова с вами Антон Поспелов. Продолжаем наши монологи о нахлости и продолжаем сравнение Sims и Patagonia в разных... Это не единственное сравнение, которое мы будем делать в наших выпусках. Ну, многие из вас просили, а вот сравните топовые Вейдерсы. Мы это сделали уже. Это был SwiftCard Expedition от Patagonia и G3 от Sims. И сейчас мы сравниваем две куртки. Опять многие скажут некорректное сравнение. Я соглашусь с вами, потому что для Patagonia это одна из двух топовых курток. У них есть Riversold и SST. Две. SST еще дороже и есть. У Sims Freestone. У него много разных курток, но они стоят приблизительно одинаковые деньги. В районе 30 тысяч. В зависимости от курса и так далее. Ну, плюс-минус. Давайте попробуем сравнить эти куртки. Ну, для начала внешний вид. Я известный любитель Patagonia, поэтому я, конечно, предвзято сужу, но я стараюсь максимально непредвзято оценивать эти вещи. Я вижу гладкую поверхность Patagonia. Она явно выглядит богаче, качественнее и довольно такую вот рваненькую. Особенно вот из этой планки, о которой мы еще поговорим. И тряпка такая более дешевая. Но мы знаем, что... Ну, если вы не знаете, то я вам скажу, что здесь Тареевская мембрана, а здесь H2.0, собственно, мембрана Patagonia. Я думаю, что как минимум не хуже Тареевского мембрана. Я думаю, что она лучше. И куртка, хотя она более тоненькая, но это трехслойный материал. В то время как у Patagonia четырехслойный. Как я сказал, это топовая, непробиваемая, пуля, крючко, мухонепробиваемая куртка. Ну, начнем с рукавов. Конструкция разная, но близкая. Значит, и здесь, и здесь липучка. Но вот во всех остальных частях Sims липучки не пожалел. Так что нельзя открыть некоторые, например, карман. Пальцы аж болят. А здесь липучка очень маленькая. У меня много было курток. И липучки, вы знаете, это слабое место. Через какое-то время они просто перестают липнуть. Здесь же липучка, ну, в два раза больше та часть, которая вот с крючочками. Но дальше большее отличие. Если вы посмотрите, выверните Freestone, то здесь будет тряпочка, которая намокает. Такая матерчатая. И, естественно, когда дождь, это все трется по рукам. Это крайне неприятно. В то время как на Патагоне это прорезиненная, такой вот глухой рукав. И поэтому, когда вы надели и закрыли липучкой, то вы можете опускать руки под воду. Ну, не плавать, понятно, в ней. Но я регулярно отпускаю рыбу, держу, фотографируюсь под воду. Ухожу, рукава всегда сухие. И эта вот конструкция очень классная. Ну, здесь есть рыбка. На самом деле у Sims тоже есть рыбка. И здесь, и здесь. По рыбкам они одинаковые. Посмотрели рукава. Дальше переходим на низ. На самый, ну, примерно одинаковая история. Вздержки есть тут и тут. Единственное, здесь они тряпочкой закрыты. А здесь с сеточкой. Может быть, чуть лучше в Патагонии сопнуть быстрее будет. Ну, это вообще не принципиальный вопрос. А сами вздержки, они, ну, достаточно аккуратно у обеих компаний. Хотя, все-таки, в Патагоне сделаны, ну, как-то элегантнее. Дальше самое важное. Это молния. Ну, во-первых, видно отличие, что на Патагонии нет планки передней. А на Sims, на Preston есть планка. Разные могут быть мнения. Но я подумал, почему же здесь планка. Но когда открыл, все стало понятно. Дело в том, что здесь дешевая молния стоит. Молния, которая на тряпочке висит. Да, то есть тряпка, которая промокает. У Патагонии это полностью водозащищенная молния, которая... Это не T-Zip. T-Zip на куртке, это сложная история. Во-первых, очень дорого. Во-вторых, ну, никто их не использует, короче говоря. А здесь это просто водонепроницаемая молния. Поэтому планка не нужна. Здесь планка не только портит вид, но и постоянно, когда вы... У меня есть такие куртки. Липучки отодрали. Потом поднимаете руки, чтобы расстегнуть молнию. А липучки уже захлопнулись. И вы опять упираетесь в липучку. Мне это бесит, если честно. Ну и нюанс то, что верхняя липучка у нас находится под горлом. Вот здесь вот она трет постоянно. Это очень неприятно. Ну и эти липучки, они заворачиваются, трут вашу одежду. Все это лохматится флис у вас или рубашка. Мне это не нравится. Мне кажется, что лучше было сэкономить на липучках, но поставить нормальную молнию. Карманы. Важная история. Здесь люди разделяются мнения, потому что карманы выносные, накладные. Они... сюда можно положить коробки. Но я кладу коробки как человек с животиком. Кладу боковые карманы Вейдерсов с Вифткарен Патагония. А не на грудь, потому что это мешает забросу. Мешает постоянно. Поднимается, это выскакивает. Но зато сюда можно положить больше, чем в карманы Патагонии. Если вы любите носить барахло у себя на груди. Но опять же минус. Если здесь липучки пожалели, то здесь липучки... Такое количество липучки я нигде не видел. Только на сиденьях самолетов снизу там бывает все в липучках. Вот. Но карманы как бы растягиваются. Все здесь правильно сделано. Такая движущаяся резиночка. Отлично. Много помещается. Ретривер есть. Здесь тоже есть ретривер. Внутренний карман. Наружные вздержки. Места для крепления под этих самых кусачек. Чего хотите. Здесь есть. Но маленький плюс, но важный. Небольшой пэдик из липучки. Я бы сказал, что липучек на фристову не жалели. Чтобы прикрепить пэдик с мушками. Минус на фристову не то, что боковой вход здесь не закрыт молнией. Плюс то, что там есть флиз. У Патагонии флиз тоже есть. Хотя он не полностью. Он как-то частичный. В конце нет. Но это закрывается на молнию. И вода там не скапливается. Я сталкивался с тем, что у меня полные карманы. У старой, старой куртки Патагонии набирались полные карманы. Капюшон. Капюшон. Разные системы. Не могу однозначно сказать, какой лучше. Здесь это целиковый. То есть он полностью, повторяю, идет по силуэту и уходит. Здесь отдельно воротник. Отдельно капюшон. Мне кажется, что вода сюда будет между этим скапливаться. Не могу сказать. Я ношу много лет эту куртку. Эту куртку не носил. Мне кажется, как я сказал, вот липучка. Шею тереть точно будет абсолютно. Но большой плюс то, что здесь у Sims большой плюс микрофлиз по всему коворотнику. У Патагонии он только под шею сзади. Это, я бы сказал, минус. Вздержки одинаковые. У Патагонии чуть более технологичная такая система. Система возвращения, вздержки подвес для подсака есть. Ну и система крепления для и здесь, и здесь. Система крепления для капюшона существует. В целом, можно сказать, что куртки близкие. Внешний вид однозначно, на мой взгляд, лучше. Здесь функционал тоже. Чуть она дороже River Salt. Но совсем буквально чуть-чуть. Я считаю, что можно эти деньги переплачивать. В конце концов, это ваш выбор. У нас есть и то, и другое. Цена примерно одинаковая. Приходите, покупайте. Делайте ваш выбор. Мы всегда вам рады. Пока.